Верующий человек, перед тем, как покинуть этот мир, перед тем, как его вырвут из этой жизни, вот он уже почти на пороге загробного мира. К нему спускаются два прекрасных ангела, с красивыми лицами, полными света, лицами, подобными солнцу, настолько сияющими. С ними аромат рая, с собой у них саван из рая. Дальше буду говорить на английском, иншаллах, чтобы сэкономить время. Потом они заворачивают этого человека в саван и умощают благовониями, а рядом находится ангел смерти, и он говорит душе верующего, «Выходи, выходи к усладам от Аллаха, выходи, выходи к роскоши, которую ты получишь от своего Господа». О прекрасная, чистая душа! Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, «Душа верующего выходит, то есть ангел смерти забирает ее, но так, словно вода льется из кувшина». Представьте себе, вот вода выливается из кувшина. Посмотрите, она льется мягко и гладко, чисто и красиво, без каких-либо помех. Я не знаю, как у вас, а у ливанцев и у турков принято вот так наливать воду, приподнимая сосуд повыше, вот так. Вы когда-нибудь видели? Вода очень красиво льется из горлышка, она изливается, как фонтан. И сказано, что душа выходит так же плавно. Какое сравнение? Эти два ангела не позволяют ангелу смерти надолго задержать душу. Так быстро, как только могут, они забирают у ангела смерти душу верующего и украшают ее райским саваном и ароматом, и возносятся с ней в небеса. Каждый ангел, мимо которого они проносятся, они там везде, на земле, меж небесными уровнями, везде, несчетное число ангелов. И каждый ангел или группа ангелов, завидев эту душу, спрашивает, «Чья это прекрасная душа?» И сопровождающие ангелы говорят, «Фулан ибн фулан». Это такой-то сын такого-то. Называя лучшие имена, которыми его звали в мирской жизни. Ангелы приветствуют душу. И вот они достигают первого небесного уровня, у которого есть врата. Только Аллах знает, что это такое, какова их природа. Но это врата. Как мало мы знаем о вселенной, о черных дырах, о звездах. Аллах говорит, что создание и устройство вселенной и земли намного более сложное и удивительное в сравнении с человеческим телом. Ангелы у врат первого неба также спрашивают, «Чья это душа?» «Это прекрасная душа». И сопровождающие называют ее лучшие имена. Затем просят врата открыться для нее. Врата открываются. И, двинувшись далее, они достигают вторых врат. И каждый раз при встрече с группами ангелов звучит схожий диалог и приветствие. Представьте, вы только что покинули земной мир. И вас приветствуют существа, сотворенные из света. Там нет темноты, ненависти. Вас узнают. Вы популярны среди этих огромных существ, этих прекрасных созданий, которых мы никогда не видели. Никто не может их видеть. И если бы Аллах через своего посланника не поведал, то мы никогда бы не узнали об этой реальности. Мы знаем лишь то, о чем Аллах и Его посланник рассказали нам, и мы уверовали, в том числе и в сокрытое. Далее сказано, достигли они высокой точки. В некоторых хадисах говорится, что Аллах, Субхану Атали, говорит им, отведите эту душу, чтобы она смогла увидеть свои владения и удел в раю. И затем, к тому времени, когда тело уже готово к погребению, Аллах, Субхану Атали, приказывает ангелам вернуть душу на место. Это продолжается хадис пророка. Аллах говорит, верните ее назад. Из земли мы сотворили их тела. В землю мы их возвращаем. Из нее же мы воскресим их. Верните душу в тело. Ей предстоит держать ответ в могиле. И они возвращают ее в тело. Пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал, затем к человеку приходят два ангела. На арабском языке эти слова означают неизвестные, неопознанные. Мункер — это неизвестно что. Накир — еще более неизвестный. Мункер — тот, о котором никогда не думали и не представляли. Накир — тот, которого никогда не знали и не ведали. Именно эти слова использовал пророк, саляллаху алейху ассалям. Мункер — уанакир. Их невозможно описать словами. Их вид ужасен, невыносимо ужасен. Невозможно сказать, какие они. Мы просто говорим, это некие создания, которые для людей будут выглядеть как монстры. Они довольно страшны. Мункер — уанакир. Одинаково ужасающий и для верующих, и для неверующих. Но разница есть. Аллах говорит в Куране. Аллах, Субхануа Тааля, укрепляет и делает твердыми тех, кто верит в Аллаха. Делает вас стойкими в жизни и в имане. И делает вас твердыми в жизни и после смерти, то есть в могиле и в судный день. Вы не будете бояться. Итак, приходят эти ангелы, будят человека и задают ему три вопроса. Кто твой Господь? Какая у тебя религия? Что ты скажешь о человеке, который был отправлен вам как посланник? В другом хадисе упоминается еще один вопрос. Какая у тебя книга? И верующий отвечает. Мой Господь Аллах, Субхануа Тааля. Я верю в Него и поклоняюсь Ему. Моя религия — Ислам. А этот человек — мой пророк. Я услышал о нем и поверил, последовал за ним. И ангелы говорят ему. Спи. Отдыхай. То, что произойдет, лучше для тебя. О, прекрасная душа. Затем душе говорят посмотреть налево. Через слегка приоткрытые врата человек видит огонь ада, горящий сам по себе. Ужасное место. И ангелы Мункер Уанакир, или другие ангелы, которые будут там, говорят ему. Все же взгляни на это. Человеку в могиле говорится. Это твое место. Аллах создал это место для тебя. Но поскольку ты выбрал покорность Аллаху, Субхану Атааля, ты спас себя от этого места. И ты никогда не попадешь туда. И врата закрываются. Пророк, алейхи саляту вассалям, сказал нам, что у каждого человека есть место или в раю, или в аду. Чего вы придерживаетесь, то и получите. Затем они приоткрывают дверь справа, и душа видит рай. Дворцы, красоту и свет, неописуемую красоту. И человеку нравится это. Ему говорят, вот то, что тебя ожидает. Ты это заслужил, и ты отправишься туда. Это твои владения. Как только он это видит, пророк, саляллаху алейхи салям, говорит, человек в могиле делает дуа. Он говорит, О мой Господь, пусть земной мир закончится. Чтобы я смог быть вместе со своей семьей и уделом в раю. Я хочу пойти туда. Пожалуйста, заверши этот мир поскорее. Человек говорит так из-за того, что увидел. В другом достоверном хадисе говорится, что пока верующий в могиле, она расширяется настолько, насколько хватает взгляда. И заполняется садом из садов рая, как рассказал нам пророк, алейхи салялту ассалям. Это либо сад из садов рая, либо бездна из бездн ада. И к человеку приходит некто. Он садится рядом с ним в могиле. Его лицо светится добродушем и дружелюбием. Человек говорит пришедшему «Кто ты?» с таким излучающим благо лицом. Это также упоминается в хадисе от пророка, алейхи салялту ассалям. «Твое лицо обещает добрые вести». Вы знаете, когда кто-то приходит к вам с улыбкой на лице, и вы говорите «О, мое сердце раскрылось тебе навстречу. Ты говоришь мне хорошие вещи». И обратная ситуация, когда кто-то приходит с унылым лицом и плохими вестями. Этот некто приходит к человеку с хорошими новостями, и тот говорит «Кто ты? У тебя лицо, с которыми приносят лишь добрые вести». А тот отвечает «Я – это твои хорошие поступки, твои правильные действия. Я обернулся приятной компанией для тебя. Я не покину тебя, я останусь здесь с тобой. Ты не будешь одинок». В хадисе от пророка, саляллаху алейхи салям, говорится, что Аллах, субхану атааля, ближе всего к своим рабам будет в момент их пребывания в могиле. Когда рядом не будет ни друзей, ни родственников из этой жизни, Аллах будет очень близок к ним, будет заботиться о них. Поэтому, когда человек умирает, кто-то из вашей семьи или друзей, всегда помните «Никто и ничто не схватывало его, он не брошен в темницу, не похищен, его забрал милостивейший Аллах, который создал и тебя, и его. Поэтому он в хороших руках, иншаллах».